Музыка Назовите самое запоминающееся событие 2015 года в Марию. Самое запоминающееся событие, ну выборы конечно же, выборы в городской совет. Подорожание жизни, тяжело жить, все это сложно очень. Дай Бог, чтобы такого не повторялось, чтобы было облегчение какое-то. Ну, рождение сцены только разрешено. Ну, если это связано с служебной деятельностью, то для меня в этом году несколько таких событий. Это и работа общественного союза «Зеленый центр», открытие детских площадок, эти праздники, которые действительно врезались в память, как одна из таких страниц в городе. Для себя лично это, безусловно, выборы, которые очень напряженно проходили. Тоже остался жив вначале. Потому что я приехал из зоны видения боевых действий. Остался жив. Где вы жили? Почелок Павлович. Моя внучка закончила четыре класса. Мы вместе учились. Наконец-то учились, перешли в пятый класс. Значит, первое, что мы обучались, учебный процесс проходил уже не под обстрелами. Потому что в 2014 году нам было очень непросто и сложно. Мы переживали, что наши дети не смогут сдать государственную аттестацию. Но мы сумели это сделать, дать возможности детям получить аттестаты в 2014 году. В этом году мы, слава Богу, мирно прожили. Мы сумели дать знания нашим детям. Вы говорите, чем запомнился год? Запомнился тем, что жива осталась. Еле-еле из бомбежки вылезла на восточную. В магазин пошла, а в магазине крыша обвалилась. А когда вылезла, тут уже трупы лежат. И все кричат, скорую, скорую вызывайте. А мобилки не работают. Так что пережили мы хорошо. Ну, потому что я приехал в Мариуполь, Сулуанска. Теперь нашел работу, нормальную себя в достатке чувствую даже. Такие тяжелые времена. У меня все хорошо и надеюсь, что у всех будет все хорошо. Ой, вы знаете, наверное, 15-й год, как и 14-й год, скорее всего, это года огорчения. Это то, что наше, вы знаете, много неурядиц, много нестабильной обстановки. И поэтому я не хотела бы сказать, что этот год был 14-й, 15-й, настолько так вот с подъемом и радостью для всего населения Мариуполя. Не поверите, мой ребенок вышел замуж. Это самое запоминающее событие в последних нескольких дней. Два дня назад наш зять сделал нам приятное, и наши дети расписались. Тем, что, к сожалению, все еще продолжается, ничего не закончилось. Мы хотели, чтобы война уже закончилась, а она пока еще нет. Так я, наверное, и запомню. На моем главное событии, это то, что меня долго сбомбили. А вы откуда? Широкина. Знаете, запомнился такими тяжелыми вещами. Год был очень тяжелый, неприятный. Я не хочу, чтобы этот год в дальнейшем так же повторялся. Запомнился некоторыми положительными эмоциями, когда узнаешь настоящих друзей, узнаешь настоящих людей, узнаешь людей, которые не меняются в зависимости от ситуации. Прошли проверку в этом году для вас людям, но... Очень много прошли проверку. Чем они как бы проверились? Что было катализатором? Катализатор был военное действие, изменение в политической структуре и города, и области, да и вообще личные отношения. В 2015 году, не знаю, сын родился, потолстел, опухаю, наверное, в золоту. Жена, значит, хорошо кормит? Возможно, не знаю. Какое вот самое главное событие было? Вообще-то, пришел год очень тяжелый. Тяжелый. Во-первых, война. Во-первых, бомбежки. Цены. Повышение цен страшное. Пенсии не хватает. Вообще, год очень плохой. Очень плохой. Дай Бог, чтоб Новый год был вообще отличным. Не такой, как этот. Чтоб обезьянка нам хороший год принесла.